Быть или не быть? Быть. Выставка с таким названием, но на английском to be, открылась в картинной галерее. Сегодня там представлены необычные работы зеленодольских художников Дили Барышевой и Евгения Беречевского. Чем они решили порадовать челнинцев и в целом, что особенного в новой экспозиции, узнавала моя коллега Кристина Маматова. На выставке можно встретить более сотни работ. Вот, например, одна из них – картина Дили Барышевой. Прогулка. Выполнена она на натуральном шелке и имеет тончайшую фактуру и прозрачность. По соседству расположено уже произведение Евгения Беречевского «Джазовый квадрат». Казалось бы, они такие разные. Диля – хрупкая и нежная, Евгения – брутальный джазмен, так его называют коллеги. И вот однажды на одной из выставок их работы случайным образом оказались рядом. Художники были удивлены, их картины словно дополняли друг друга. Так и появился творческий дуэт «Тюби». Мы заметили, что наши работы между собой общаются, они рифмуются, они вместе смотрятся хорошо. На суд челнинских любителей изобразительного искусства Диля Барышева представила все многообразие жанров и стилей, с которыми работает. Здесь и портреты, и пейзажи, и абстракция. Художник черпает вдохновение в архитектурных и цветочных мотивах, а техника которой позволяет ей творить – холодный и горячий батик. В холодном батике используется в качестве резерва специальный состав, он нормальная холодная температура. А в горячем батике там немного другая последовательность работы, но и в качестве рабочего материала, который резервирует один цвет от другого, горячий воск. А вот Евгений Берючевский использует пастель, масло и акварель. Художник признается, о чем будет новое произведение, никогда заранее не задумывается. Говорит, руки сами пишут за него. Как на свидании бегу в мастерскую, представляет удовольствие. Для презентации Зеленодольского арт-проекта подготовили специальную программу. Так вечер открытия сопровождала живая классическая музыка, под стать выставленным тут произведением художественного искусства. Сразу увидел, что работы музыкальные, очень интересные, свободные, хулиганские. Он вот сам на бас-гитаре играет, и такое ощущение, как будто он просто это играет и делает музыку. Любит фактуру, подрать фанерку, пошкурить, поцарапать что-то где-то. Его картины строятся на борьбе контрастов – белого и черного, легкого и тяжелого. Авторский почерк легко узнается, говорят коллеги по ремеслу. Лично проверить это может каждый, кто посетит выставку Тюби. Она пробудет в картины-галерее до 2 февраля. Кристина Маматова, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.